прямой эфир на высоте 16 этажа с прекрасным видом на город фантастика нет ваше любимое утреннее шоу на крыше жилого комплекса альфа у них нет постоянного почтового адреса и счета за коммунальные услуги им не приходят вместо гул автомобильных дорог супружескую пару окружают шум моря и крики чаек базируемся в казачьей бухте севастополе но постоянно путешествуем сегодняшняя ночь у нас будет проходить балаклаве а завтра мы выходим и планируем ночевать семей из три года назад виктор и галина прошли под парусом по внутренним водам и санкт-петербурга в крым через него негу ладогу шекснос верь волгу дон азовское море и наконец черное все это за полтора месяца супруги решили не просто бросить якорь в казачьей боксе остаться здесь жить в санкт-петербурге прожил довольно длительное время вот у меня там была своя небольшая фирма по грузоперевозкам значит была квартира соответственно какой-то какая-то налаженная жизнь вот поэтому заняло какое-то время пока я продал машину пока закрыл фирму вот пока продал квартиру вот потом купил эту яхту и собственно говоря тому времени познакомились галины прошлого года мы жили на яхте постоянно потому что нет ни дома ни квартир ничего капитана яхты родом с евпатории жил и учился у моря до 17 лет затем после окончания высшего учебного заведения 21 год отслужил в морской авиации пол жизни провел на дальнем востоке затем перебрался в санкт-петербург где пять лет назад познакомился с галиной в один день решил вернуться на историческую родину позвав супругу с собой как вы отреагировали на такое предложение продать все это открыт знаете легко легко никаких привязок нету я тоже процессе проглаз свои квартиру меня тут нету квартиры то есть это такая легкость на эти как птица галина признается что такая жизнь тяжело для женщин которые прожили всю жизнь в комфорте нужно привыкнуть к минимализму и к вечной качке но плюсов куда больше и они перекрывают все минусы а здесь маги мы вообще вот тех мы живем один на яхте то есть уже ну третий год вот так получается жить социуме жить своей квартире в доме мы уже прожили мы все это имели а поэтому перевернули все еще живем на яхте это немножко другой мир беседочный рыбацкий штык восьмерка шкотовой все это о морских узлах без них не обходится ни один день на яхте чтобы пришвартоваться или бросить якорь нужно завязать веревку за время морских путешествий галина освоил их все снаружи яхта кажется не очень большой рубка маленькая однако первое впечатление обманчиво внутри спрятана целая квартира где может разместиться пять человек дом на воде иначе яхту никак не назовешь здесь есть все условия для комфортного проживания например это холодильник вот рукомойник а вот плита буквально сегодня галина приготовила для всей команды овощной рогу напротив рабочее место капитана здравствуйте здесь занимаются прокладкой маршрута дальше кают компания и гостевая комната парусное судно имеет богатую историю на нем дважды совершали кругосветные путешествия 30 лет назад его впервые спустили на воду как говорит капитан с годами яхта становится только прочнее яхта довольно известная знаменитая значит она была построена в финляндии в хельсинки на заводе специально для кругосветного путешествия и она так кругосветку прошла сделала эту кругосветку вот то есть она реально прошла вокруг земного шара двери такого дома всегда открыты для гостей здесь нас кают компании здесь мы принимаем гостей здесь спит меня капитан есть телевизор вот а когда приходят гости мы раскладываем стол стол у нас трансформер вот то есть вместимость 68 человек но ветер перемен не дремлет и вновь наполняет паруса супруги планируют вскоре отправиться в путь на этот раз покорять другие далекие моря ольга литвиненко рустам файзулин утро нового дня